Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами, как обычно, по понедельникам, Задоя Глеб и это видео рекомендации на предстоящую торговую неделю. Это первые рекомендации в новом 2015 году. Что ж, у нас начался новый год, у нас новая реальность. Мы уже в начале текущего года узнали, что преподносить сюрпризы, как приятные, так и не очень, может не только российский рубль, но и другие валюты. В частности, все вы наверняка видели падение валютной пары доллар-франк на прошедшей неделе, евро-франк. То есть, франк очень сильно укрепился на прошлой неделе, вслед за ним упала достаточно серьезно единая европейская валюта. И я думаю, что сюрпризы на этом могут еще и не закончиться. И вполне вероятно, в новом 2015 году мы увидим не один и, может быть, даже не два сюрприза, которые нам преподнесет валютный рынок. С одной стороны, это огромная опасность, с другой стороны, это возможность. Вот сегодня мы как раз с утром с Черновым Владимировым обсуждали, что после таких серьезных движений на валютном рынке, наверное, все-таки стоп это ставить по сделкам надо. Ну, хотя бы на серединке депозита, чтобы уж совсем все не потерять, если происходят какие-то очень бурные движения. Ну, что ж, давайте перейдем непосредственно к ситуации на рынке. Прежде всего, хочу, кстати, сообщить, что сегодня в 19.00 в нашем офисе на Красной Пресне в Москве стартует первый за последние, где-то, наверное, месяца три курс обучения по поиску точек входа в рынок под моим руководством. Так что сегодня всех жду. Первое занятие, как обычно, оно бесплатное. Вы можете просто прийти на него и просто посмотреть для себя, задать интересующие вас вопросы и разобраться в том, стоит вам или не стоит это обучение вам проходить. Сегодня в 19.00 на Красной Пресне в нашем офисе вожду на сайте aofx.ru вся информация подробная есть. Итак, ну а теперь давайте перейдем к ситуации на финансовом рынке. Что касается единой европейской валюты, думаю, о тренде говорить нет особой необходимости. Тренд на всех графиках нисходящий. Что касается уровня поддержки и сопротивления, на которые стоит обратить внимание на предстоящей неделе, то ключевым сопротивлением для пары может выступить отметка 1.16400 при ее преодолении котировки нацелится на 1.17300, а далее есть вероятность укрепления вплоть до 1.18400. Ключевая поддержка это 1.15400 при ее пробое котировки упадут в район 1.14600, это минимум прошлой недели, а далее есть вероятность снижения вплоть до 1.13800. Скользящие средние, разумеется, на всех графиках, начиная от недельного до 4 часов, снижаются. RCI на недельном графике указывает на конвергенцию, это очень тревожный сигнал для тех, кто стоит сейчас в продажах по евро, причем конвергенция, мы о ней говорили уже очень давно, но несмотря на эту конвергенцию, евро продолжает снижаться, и вообще сама по себе конвергенция, конечно же, это сигнал к коррекции, ну либо как минимум к развороту пары, точнее как максимум к развороту, как минимум к коррекции пары. Ну действительно, коррекция по евро, наверное, все-таки уже назрела. Что касается дневного графика, то здесь оба RCI располагаются в зоне перепроданности, конвергенции здесь как таковой особо не наблюдается, ну по крайней мере выделить ее как-то я бы здесь, выделять ее здесь как-то отдельно я бы не стал. На 4-х часовом графике также присутствует конвергенция, мы видим, что график индикатора растет, цена при этом снижается, это опять же достаточно тревожный сигнал для тех, кто стоит в сделках на продажу, так что, ребят, те, кто держит сделки на sell, рекомендую искать возможности для их закрытия, даже текущие цены, в принципе, достаточно неплохо для этого подходят. Пора закрывать продажи, и при новых коррекциях мы будем продавать единую европейскую валюту. Вообще, в целом, да, что касается евро, сейчас, конечно же, многие вспомнят вот тот ценовой канал, который пытались рисовать многие аналитики еще в прошлом году, говоря о том, что у евро есть очень большой потенциал для снижения. На самом деле, в рамках этого канала евро движется последние уже почти 10 лет, ну, по крайней мере, не 10 лет, последние там, получается, 7 лет, 8, да, мы движемся в рамках этого канала, и на самом деле нижняя граница этого канала располагается где-то на данный момент в районе паритета, то есть в районе единички по валютной паре евро-доллара, так что даже если до этого значения евро свалится, в общем-то, ничего страшного, наверное, с точки зрения технического анализа не будет. Но верится в это, честно говоря, с трудом, потому что европейцы не очень-то заинтересованы, были не так еще давно в дорогом евро, они сталкивались с проблемами дефляции, проблемами роста экономики и так далее и тому подобное, но и очень уж дешевые евро тоже вовсе никому не нужен. На мой взгляд, разумным курсом для валютной пары евро-доллар более-менее взвешенным является где-то диапазон от 1,25 до 1,30. И, скорее всего, в этом году мы увидим возврат в район этого диапазона. Что касается общей картины по единой европейской валюте, то с учетом тех конвергенций, которые мы наблюдаем на недельном графике, четырехчасовом графике, то и перепродности, которые есть на дневке. Можно предположить, что евро будет корректироваться вверх, уже на этой неделе вполне вероятно эта коррекция начнется. И мы рекомендуем трейдерам продавать валютную пару по тренду при прорывах в район 1,17300, либо при росте в район 1,18400. Текущие цены для продаж подходят не очень хорошо. Ну и, собственно, и для покупок они подходят не особо-то хорошо. Вообще сейчас я бы, с учетом тех существенных движений, которые есть на валютном рынке, не стал бы рекомендовать какие бы то ни было позиции на покупку, позиции против тренда по единой европейской валюте. У евро есть потенциал для коррекции вверх, но рассматривать это нужно как возможность продать по более высокой цене, а не как возможность купить сейчас и заработать на этой коррекции. Так что если евро будет корректироваться вверх, 17300, 18400, эти уровни наверняка выступят неплохими сопротивлениями для пары, от которых котировки могут свалиться вниз. Что касается ситуации с британцем, британец, в отличие от евро, не так сильно упал на прошедшую неделю. Точнее, надо сказать, что он вообще не упал на прошлой неделе. Ну, очень-очень такое символическое было снижение валютной пары. Но британец, собственно, в начале года падал несколько сильнее, чем единой европейская валюта. И поэтому в последнее время он немножечко приостановился и корректировался в последние несколько недель. Что же касается тренда, то здесь, несмотря на это, на все графики, начиная от недельного до дневного, мы наблюдаем тренд нисходящего. На четырехчасовом графике я бы не стал выделять какой-то нисходящий тренд. Здесь тренд вообще не очень понятен. Скорее, это что-то похожее на боковик. Что касается уровня поддержки и сопротивления, на которые стоит обратить внимание на предстоящей неделе, то ключевым сопротивлением выступит отметка 1.51600, далее 52.600 и 53.600. Поддержки 50.500, 50.000 ровно. Очень важен такой ключевой уровень, психологически важное значение, после которого котировки могут упасть вплоть до отметки 1.49. И, на мой взгляд, у британца есть шанс упасть до отметки 1.49 и, возможно, даже ниже. Вообще, британец по сравнению с единой европейской валютой выглядит достаточно дорогим. Евро упало сейчас уже до минимумов 2005 года. И даже пробило эти минимумы 2005 года, установив таким образом 11-летний минимум по валютной паре евро-доллар. А вот британский фонд даже минимум 2013 года не достиг. А эти минимумы 2013 года располагаются как раз где-то в районе 1.49, ну, чуть ниже, там где-то 1.48-300, да, получается. Соответственно, у британца есть, на мой взгляд, несколько больший потенциал для снижения. И британец вполне, возможно, предоставит возможность заработать на снижение несколько больше, чем единой европейская валюта. Что касается индикаторов, то индикаторы по британскому фунту и на недельном, и на дневном, и на четырехчасовом графике все скользящие средние показывают на снижение. RCI на графике недельном по британцу и 3-й, 13-й располагается в зоне перепродности, причем перепродности очень существенной. На графике дневном мы наблюдаем то, что оба индикатора располагаются в пограничной зоне, между зоной нейтральной и зоной перепродности. На четырехчасовом графике 13-й RCI в зоне нейтральной, тройка в зоне перепроданности. Что касается рекомендаций, то, соответственно, так как мы ожидаем несколько большего снижения по британцу, чем по единой европейской валюте, и считаем, что британский фунт несколько переоценен по сравнению с евро, британца нужно продавать, и продавать его нужно в районе 52-600, либо если будут прорывы в районе 53-600. Это очень неплохие уровни для открытия сделок на продажу. Что же касается покупок, то здесь в районе текущих цен ни в коем случае не покупать, и коррекцию рассматривать как возможность купить, точнее продать по более высоким ценам. Если говорить о покупках, то покупать стоит не ранее, чем при снижении в районе отметки 1.49, и то с осторожностью, потому как сделки эти будут открываться против тренда. Ну, в общем-то, наверное, все. Получился такой первый посленовогодний обзор, немножечко такой сумбурный, наверное, как вы заметили. Ежедневные прогнозы и рекомендации вы можете прочитать на сайте aofx.ru, они там публикуются ежедневно. Подписывайтесь на наш канал, если вы впервые видите наши видео. Ставьте лайки, пишите комменты, пишите хотя плюсики, нолики, крестики, обозначить, что вы смотрели эти видео. Тем, кто делает на наши видео репосты на своих страничках ВКонтакте и в Одноклассниках, ребят, вам огромное отдельное спасибо, вы нам очень помогаете. Еще раз прошу прощения за столь сумбурный посленовогодний прогноз. Жду сегодня всех в 19.00 на обучение в Академии Трейдинга и до встречи в следующих видео. Всем пока!